Приветствую! Сегодня мы поговорим о новых приговорах за уклонение от мобилизации, которые были вынесены в июле месяце 2023 года. Речь пойдет о статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая, собственно говоря, и предполагает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Напомню, что эта статья предусматривает один вид наказания – это лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. И вот с этими приговорами по этой статье мы сегодня и будем разбираться. Но перед тем, как мы это сделаем, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю в комментариях. Ссылка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а теперь перейдем непосредственно уже к нашему вопросу. За июль месяц статистика следующая. Было вынесено 121 условный приговор. Условный приговор имеется в виду, что человек признан виновным в совершении преступления. Он будет иметь судимость, но он не понесет реального наказания. То есть из зала суда он поедет домой. И никто его в тюрьму не отправит. И если при этом человек не совершит преступление в течение года, либо в течение двух лет, в зависимости от того, как решил суд, человек так и не понесет реального наказания. И вот таких приговоров у нас за июль месяц 121. При этом есть 12 приговоров реальных. То есть это приговоры, в которых люди также признаны виновными в совершении преступления. И понесут реальное наказание. Какое? Сейчас разберемся. Первое. Самое мелкое наказание, которое здесь было предусмотрено судом, это штраф 6800 гривен. Такой приговор есть только один. И есть два приговора, согласно которым люди понесут наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Все остальные люди понесут, соответственно, 9 приговоров, которые реальны, понесут наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Конечно же, здесь вы можете сказать, стоп, подожди, ты же только сказал, что 336 предусматривает срок от 3 до 5 лет. А почему же ты говоришь, что людям там дали кому-то штраф, либо меньший срок? Дело в том, что Уголовный кодекс дает возможность суду с учетом всех обстоятельств дела, с учетом личности правонарушителя, назначить наказание ниже того минимума, которое предусмотрено санкцией. То есть это возможно, это не какое-то нарушение закона, это прямо предусмотрено Уголовным кодексом Украины. Что здесь хочется подчеркнуть? Обратите внимание на соотношение. Если мы посмотрим предыдущие месяцы и предыдущие мои видео, где я делал обзоры судебной практики, то мы увидим, что там количество реальных приговоров было где-то 4-5%. Сейчас мы видим следующее. Количество реальных приговоров по сути выросло в соотношении 1 к 10 уже. То есть 10% реальных приговоров. К чему это я? К тому, что вот те люди, которые часто там пишут в комментариях, что мол, да, приговоров там мало реальных, поэтому я готов, да, я получу условно, и вот есть у некоторых людей такая уверенность, что будет условный приговор у него. Ну вот обратите внимание, куда идет тенденция. Тенденция идет в сторону увеличения реальных приговоров. Но это еще не все. Мы еще должны теперь поговорить о тех приговорах, которые появились в апелляции. То есть люди прошли первую инстанцию, получили наказание, получили приговор. Прокуратура, не согласившись с тем, что эти сроки условные, по сути приговоры условные, прокуратура идет в апелляцию, обжалует этот приговор. Обратите внимание, обжалование совершает прокуратура, а не ТЦК и СП. И вот за июль месяц есть три приговора, где апелляция заменила условное наказание на реальное, и только один, где апелляция сказала, что пусть будет условное наказание в этом случае. И вот сейчас я хочу вам показать вот эти три приговора, которые из условных превратились в реальные, и показать, что же в них общее, на что обращает внимание суд. Давайте посмотрим теперь непосредственно эти приговоры. И вот давайте посмотрим, что говорит по этому поводу Харьковский апелляционный суд. Апелляционный суд дейшов переконанным, что решение суду про звольнение обвинуваченного от отбивания покарания с випробованием не можно вважать обгрунтованным и таким, что есть достатным для достигнения мети покарания, а саме запобегания в чинение новых злочин. Так, часть 2 статей 50 КК Украины встановлюет, что покарание мает на методе не только кару, а и виправление засудженных, а также запобегание в чинению новых криминальных правопорушений как засудженным, так и другими особами. Отже, с урахованием вищеноведеної мети покарания коллегия суддей вважает, что звольнение от отбивания покарания с испытовым строком не может запобегти в чинению новых криминальных правопорушений и другими особами, что в условиях военного состояния непрепустимы. О чем идет речь? В науке юриспруденции есть такая категория, как функции юридической ответственности. И одна из функций является превентивной функцией, превенцией. И вот смысл этой превенции заключается в том, что когда мы привлекаем к ответственности одного человека, другие, мол, смотрят, что с ним произошло, и видя, что его привлекли к ответственности, не совершают этого правонарушения. И вот об этом, собственно говоря, суды пишут. И дальше, кстати, вот здесь еще интересно, что еще суд говорит. Коллегия суддей знаходит их служебными, ну, имеется на увазе, доводы прокурора, оскільки злочин повязаний із ситуацией, яка наразі склалася в країні, збройною агресією РФ та конституційним обов'язком кожного громадянина. Особа в бій сімской вумисний нетяжкий злочин, але який створює в очах громадян та суспільства в цілому негативное вражение безладия, безкарности, тем паче, подчас введенного на всей территории Украины военного стану и мобилизации, что свидетельствует про значную суспільную небезопасность самого злочину. И вот основываясь на этом, Харьковский апелляционний суд приходит к выводу, что нужно этому человеку дать реальный срок. И там три года ему оставили, только превратились эти три года из условного в реальный. Дальше, смотрите, тот же Харьковский апелляционний суд говорит, что суд, маяться на увазі суд першої инстанції, у повній мірі не врахував суспільної небезпеки, вчиненого особою кримінального правопорушення, та той факт, что на территории Украины введений военный стан, а тому дана категорія кримінальних правопорушений викликає значний суспільний резонанс, у зв'язку з чим призначені судом покарання за использованием статті 75 Кримінального кодексу Украины, мається на увазі умовне покарання, не сприятиме його меті виправленню та запобіганню вчинення новых кримінальних правопорушень, як самим обвинуваченим, так і іншими особами. Ну і ще третє рішення апелляційного суда, це вже не Харків, це другая область, зараз посмотрим, кстає, я забув, Кропивницкий. Да, Кропивницкий апелляційний суд, вот що він говорить. Він ссылається на те, що чоловік не пошел служити, оскільки побою за своє життя, вказавши, що кримінальні відповідальності не лякається, краще буде сидіти у тюрмі, ніж воювати. І суд зазначає, що у матеріалах кримінального провадження також наявна відповідна заява особи про відмову від проходження військової служби. Тим самим обвинувачений відкрито зробив свій вибір нести покарання за відповідну відмову від проходження військової служби, навіть якщо це пов'язане, і з подальшим його позбавленням волі. І от тут хочу обратити увнімання на формулировки, які суд использує, про те, що обвинувачений відкрито зробив свій вибір нести покарання. От, посмотрите, датіровано це рішення 18-му іюля 23-го року, а якщо ви дивитеся за мої видео, следите за моїм каналом, то ви знаєте, що я давним-давно об цьому говорив. Позиція государства заключається в тому, що она человеку, по сути, дають вибір. Ти либо ідеш на службу в армию, либо выбираєш уголовну відповідальність. Оба варианта не дуже, ну, відповідно кажучи, не служба в армиї во время боєвих действий не євляється хорошим вибором, не тюрма ніколи не євлялась хорошим вибором, але, тим не мене, вот государство видит ситуацию так. Выбор либо туда, либо туда. І вот, как бы, зробив свій выбор, ідеш, відповідно, в тюрму. І в цій ситуацій також суд убрав вот этот момент по условному наказанню, либо наказанню с испытанням, як це юридически правильно говорить. І человек пошел реально отбувати наказання. Подводя итоги, ми можем сказати следующее. Тенденція налицо. Увеличивається количество реальних приговорів, а те приговори, які були условні, починають изменяться в апелляції і зменяються на реальні. І ми видим, какую позицію занимають суди, вони кажуть, що якщо ми, всім будем давати условні приговори, то люди, мол, посмотрят, і все будуть відказуватися від мобилизції, тому що условній приговор, ну, він не страшен. І поїм, щоб осуществити вот эту превенцію, допомогу, позиция судов и законодательства все-таки исходите из того что не я пишу это законодательство не я являюсь тем судьей который выносит эти приговоры я лишь информирую вас о том что происходит вот у нас в украине на сегодняшний день и все-таки для того чтобы отследить это все нужно потратить достаточно большое количество времени чтобы обработать это все и не очень приятно за это отхватывать дизлайки вот поэтому друзья если считаете что видео полезным либо что работа моя была полезна поставьте видео лайк подписывайтесь на мой канал и вы найдете еще массу полезных видео напомню что с вами был олег лукьянчиков адвокат кандидат юридических наук желаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока